Спевучая Берастейшина – фестиваль, где украинские стихи и песни в центре внимания. Народные ансамбли и творческие коллективы области собрались в общественно-культурном центре, чтобы показать себя и свои таланты, а главное – рассказать историю украинского творчества. Народные ансамбли, которых в этом году собралось около 30, радовали брещан палитрой звука и музыки. Разнообразие костюмов, голосов и песен заставляло затаить дыхание и наслаждаться атмосферой такого полновесного многоголосья. Слушая одни коллективы, зритель невольно подтанцовывал, а другие пели так красиво, что забывал, где находишься и отправлялся в увлекательное путешествие по богатой украинской земле. Праздник – это есть праздник, да, он главным образом нацелен на то, чтобы показать свое творчество, но у нас существуют и внутренние рейтинги, поэтому каждый из исполнителей, он, во-первых, получит в подарок такой знак нашего фестиваля, цветы и дипломы. Брестский народный ансамбль песни «Голосы Полессия», который существует уже четверть века и часто выступает на различных фестивалях, исполнил украинские песни, в том числе и своего собственного сочинения. Их репертуар состоит из песен, что берут за душу, но, конечно, не обошлось и без веселых и задорных мелодий. Мы всегда при любых ситуациях, на любом концерте, мы всегда волнуемся, потому что это ответственно, потому что мы отдаем своим зрителям именно частичку себя, частичку своего сердечка, своих улыбок, своих песен, которые мы поем. Организаторы отмечают, что фестиваль на территории Бреста проходит уже в пятый раз, и это только старт. Ведь такие народные голоса и традиции необходимо оберегать, сохранять и обязательно демонстрировать зрителю. Проект «Спявуча Берастейшина», у истоков которого стоят народные коллективы, можно с уверенностью назвать успешным. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.